30 марта в Сергиевом Посаде начнут наводить порядок после зимы. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам принимать участие в субботниках? Насколько они нужны? И кто должен наводить порядок, чистоту? Чистоту около дома, я думаю, должны жители. Когда мы въехали в дом, выходили все из подъезда. А теперь почему-то эта традиция упала. Я не знаю, у нас сейчас не очень грязно. Около дома очень чистенько. И сейчас убираются. У вас как, люди? Да, все нормально. Выходим, да, весной. Ну, когда все собираются, собрание, это объявление висит и выходим, да. Да, мне приходилось принимать участие в субботниках от колледжа, ну, восьмого училища. Ну, мы там, собственно, рядом проводили, на их территории убирали там листья, снег. Ну, было это, молодым был, конечно, в Косомольской поселке участвовал. В школах было все устроено было. Раньше все это было. Сейчас это уже не видно. В наше время это нужно всем делать, к сожалению. Но это люди не хотят делать. Их надо выводить на улице, чтобы оставлять. Силком получается уже. А лучше бы они добровольно все это делали. В субботнике только вот в учебном заведении от него, если ходили, там участок убирали. Мы тоже должны помочь им, чтобы чисто было, чтобы украсить наш город обязательно. Мы раньше, как у нас, как комсомольский субботник, мы собирались, весело было, музыка, убирали все. Не обязательно, чтобы дворники. Дворники все это не уберут, что у нас есть. А много грязи? Очень. Очень. Вон везде. Вот везде вот. Идут, бросают у нас еще мусорок мало. Вот что. Надо хоть немножко побольше мусора. Довольно грязно. Где стоит обратить внимание? Ну, больше с обочины, потому что с машин все выкидывают. Вот так вот. А вам приходилось принимать участие в субботнике? Да, тоже от заведения школьного. Где наводили порядок? Ну, по территории северного поселка. Не должны мусорить мы сами, жители. Вот. Я, правда, не в Сергеево посаде живу, а на ГАЭСе. У нас там субботники бывают. Я участвую. Так что стараюсь, чтобы не мусорить.